Спасибо, Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации. Рад приветствовать вас на первом в текущем году заседании Высшего Евразийского экономического совета. Позвольте поблагодарить председательствующую сторону и личного президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за традиционное гостеприимство и организацию на высоком уровне юбилейного 30-го заседания Высшего Совета. Уважаемые коллеги, на заседании в узком составе мы провели обстоятельные мнениями по ключевым вопросам повестки дня и я хотел бы вкратце остановиться на некоторых вопросах, актуальных для Союза. Укрепление потенциала национальных экономик обусловлено также грамотным подходом к обеспечению энергетической безопасности. Как уже неоднократно отмечалось, своевременное функционирование общего рынка газа ЕС в долгосрочной перспективе будет способствовать формированию благоприятных и взаимовыгодных условий торговли, обеспечить повышение энергетической безопасности и конкурентоспособности государств-членов Союза на международном рынке. В этом контексте армянская сторона готова к конструктивному диалогу с целью скорейшего достижения консенсуса по неурегулированным вопросам. Благодаря большой работе, проделанной комиссией и уполномоченными органами государств-членов Союза, нам удалось обозначить значительное продвижение в вопросе разработки нормативно-правовой базы по созданию нового формата финансирования проектов промышленной кооперации. Финансовое содействие совместных кооперационным проектам в отраслях промышленности предоставит нам возможность простимулировать отдельно взятые сектора экономик наших стран. При этом считаем важным их сбалансированное развитие в целях минимизации рисков, предполагающих стагнацию или снижение активности в иных отраслях экономик государств-членов ЕАЭС. Следовательно, на этапе отбора проектов важно выработать механизмы, нивелирующие данные риски, что даст нам долгосрочную перспективу для таких проектов. Отмечу, что одним из важных аспектов сотрудничества между нашими странами является продовольственная безопасность, которая направлена на обеспечение доступности и качества продовольства для населения, а также на защиту рынка от низкокачественных и опасных продуктов. Сегодня резко возросла необходимость формирования коллективной системы обеспечения продовольственной безопасности. Считаю очевидным необходимость консолидации усилий стран ЕАЭС в этом направлении. Радует, что, используя различные форматы взаимодействия, в 2022 году мы провели планомерную работу по формированию взаимовыгодного партнерства вне Союза, о чем свидетельствует информация, предоставленная в докладах об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС и о подходах к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу. Учитывая высокую динамику развития сотрудничества с Ираном, вступление в силу соглашения о свободной торговле и его последующая реализация являются приоритетными для нас в контексте реального расширения торгового сотрудничества с третьими странами. Продолжение работы по таким приоритетным и перспективным переговорным направлениям, как Индия и Египет, а также развитие комплексного диалога по экономической повестке и углубление торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией даст дополнительный импульс процессу интеграции Союза в мировую экономику. Несмотря на достигнутые результаты, исходя из современных реалий, нам необходимо оперативно закладывать эффективные механизмы взаимодействия с партнерами из третьих стран, что последовательно приведет к созданию условий для стабильного развития экономик наших стран. Уважаемые участники заседания, очевидно, что эффективное планирование шагов по развитию общего экономического пространства подразумевает открытый диалог предпринимателей и представителей деловых кругов. В этом контексте хочу особо отметить проведение Евразийского экономического форума и, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить российскую сторону за организацию масштабных мероприятий и за усилия по выработке тематики обсуждений, максимально охватывающие актуальные сферы взаимодействия в рамках ЕАЭС. Форум привлекает ведущих политических деятелей и лидеров деловых, культурных и других кругов обществ государств-членов, став ключевой площадкой формирования перспективных идей и проектов, трибуной для дискуссий вокруг актуальных вопросов. В завершение хочу еще раз подтвердить готовность армянской стороны к последовательному осуществлению совместных проектов, направленных на достижение взаимоприемлемых решений по важным вопросам функционирования нашего интеграционного объединения. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Николай Иванович Иванович. Пожалуйста.